всем привет с вами странник и сегодня у нас прохождение игры ftl у нее есть более длинное название ну я даже не буду пробовать его выговаривать игрушка очень интересная чем-то напоминает игру которую на этой неделе раздает epic games совершенно бесплатно что-то примечательно есть различные корабли есть у них различную конфигурацию меня пока все закрыто чтобы разблокировать эти конфигурации нужно выполнить какие-то достижения вот например собрать на крейсере сокол различные расы вот это крейсер сокол это мой корабль так вот он выглядит без отсеков и тут есть различные конфигурации и вот такой список кораблей чтобы каждый какой-то из них открыт есть условия чтобы открыть вот этот корабль нужно узнать от зол от золтан что дипломатия порой приносит плоды в общем я так понимаю с какое-то событие встретить и есть шанс получить такой корабль также есть различные улучшения например на текущий момент конфигурации имеет один уровень щита если его прокачать вот за шестереночки такие здесь вот справа нарисовано можно сделать больше двигатель добавляет скорость зарядки нашего гипер двигателя и дополнительное уклонение дает чтобы противник по нам промахивался кислород собственно просто чем больше прокачан тем быстрее он будет заполняться там плечения уклонения больше видеть информации и более мощные двери и и также у нас есть оружие изначально выдается ракетная установка и лазер не буду сильно разговорить про это по ходу игры поразбираемся и у нас экипаж из трех людей у людей преимущество то что у них развиваться умение чуть быстрее еще наших человечков можно прокачивать начнем трудным если не смогу уж сильно там ничего проходить то тогда чуть уменьшим сложность в общем погнали там посмотрим а да кстати игра напоминает мне очень такую старенькую игрушку космические рейнджеры возможно кто-то из вас в нее тоже играл в общем здесь в начале нам и собственно рассказывается суть всей так сказать игры от информации которую вам предстоит доставить зависит участь всего флота федерации в дороге вам понадобится пополнять запасы поэтому не забывайте обследовать каждый сектор перед тем как двигаться дальше тем не менее постарайтесь добраться до выхода прежде чем вас догонится снова флот постанцев про космические рейнджеры то что там тоже такое более текстовые задания какие-то они более текстовые как вот и здесь можно сказать и так что у нас есть у нас наш корабль все вот эти параметры мы можем прокачивать мы уже читали про них также наш отряд есть максимум нас 8 человек может быть наши орудия дроны даже груз какой-то есть и модули 3 модуля можно купить еще что у нас есть а есть такие клавиши чтобы сохранить позиции например я человечков сохранил куда-то отправил что-то делать могу потом нажать одну клавишу и они сами пойдут там где должны быть у каждого человечка еще есть прокачка зависимости от того чем он будет заниматься у него будет усиливаться тот или иной навык есть у нас рукопаш на то чтобы отбиваться от противников ремонт управление оружием быстрее будет перезаряжаться щиты двигатель и управление самим кораблем вот так же есть важный момент что нужно добавить автоматический огонь если вы это не сделаете то после выстрела вы дальше не будете таковать желательно сразу это сделать медицины я пока убрал место он никого лечите и закинул ее в двигатель тем самым повысил у нас у ворот и вот такая у нас есть звездная карта вот есть точка выхода нам надо сюда добраться к тому моменту как нам подойдет флот постанцев я не уверен точно но по моему на каждой локации есть какие-то задания какие-то события они там генерируются рандомно и плюс еще есть магазин но мы его не видим где находится сканер находит на соседней планете заброшенную базу признаков жизни не обнаружено продолжить собственно ничего не изменилось а да еще момент это у нас топлива местная валюта да у нас вот это ракеты они используются для некоторых оружий в данный момент у меня вот артемида в третьей строчке написано расходы 2 головку вот это есть по головке и вот этот не знаю что это какой-то передатчик вай-фай и это в общем дрон комплект у меня пока дронов нету но тут что можно дронов использовать и тратится как раз вот эта единица и вот эти шестеренки лом это основная валюта так сказать в этой игре так вот есть какое-то бедствие возможно там мы сможем что-то получить там может быть как хорошее так и плохое прибывка сочника аварийного сигнала вы обнаружите гражданское судно спасибо что не оставили нас в беде наш навигационный компьютер вышел в строй и мы не можем даже добраться до ремонтной станции чтобы починить вы не могли бы нас сопроводить давайте сопроводим нам дали девять единиц шестеренок и вот уже край карты нас догоняют если я останусь в этой зоне то меня в следующий раз поймают и миссия будет провалена вы натыкаетесь на автоматический разведчик постанцев которые преследуют гражданское судно в виде огонь и всех орудий давайте поможем так на пробел у нас пауза что мы видим у противника также есть двигатель управление щиты орудия и еще и не помню что за модуль он короче делает гадость чтобы мне какой-то модуль заблокировать на циферку один вот они есть мы можем выбирать наше орудие давайте я пущу ракету по орудиям а лазер пущу по щитам вот он мне отключил камеры дрон взломщик пользовался на камера то мог бы и на оружие и скидывать так я скину с орудия не буду артемида больше стрелять у нас ракеты не бесконечные он одной пушечкой нам попадает в щиты так я не хотел это делать ну ладно не страшно мы убили его потратили бы две ракеты одну ракету вернули из аса с гражданским судном о нам дали еще одного члена экипажа это было хорошее событие итак файдер у нас пойдешь на щиты и сохраним нашу конфигурацию а что ты умеешь делать каждый раз иметь какие-то свои особенности вот он производит ремонт в два раза быстрее но зато в рукопашном бою меньше урона это на самом деле неплохой член экипажа если у нас допустим сломается что-то нам быстрее починит ему починку бы вообще выкачать в приоритете ладно отправляемся дальше пока все идет неплохо вы натыкайтесь на передового разведчика постанцев они готовятся к прыжку если они уйдут то сообщат ваши координаты флоту ого так у них есть какой-то дрон хорошо что можно навести прочитать вот этот в общем дрон у них если бы мои дроны были он бы их отключал но у меня нет дронов нету так что не так страшно и у него из пушек они только одна пушка ну давайте нам надо короче сбить ему двигатели и пилота давайте в щиты сначала попробуем пробить сломать их так я не стреляю больше ракеты артемиды не хочу их тратить сейчас будем ему сбивать рулевую чтобы он не смог уйти в гипер прыжок этот на самом деле сейчас последним залпом я его уничтожу а нет один промазал один пейнил на ся щит промах кстати навыки как качаются ой попал в дрона представляете чё сейчас дрону сбил когда у нас происходит какое-то действие например тот кто стоит на щитах каждый раз когда щит сказать используется вот у меня поглотил да урон у меня прокачивается у него щит когда происходит уклонение прокачивается и тот человечек который стоит на двигателях и тот который стоит на рулях соответственно каждый выстрел у нас качает оружейника так ну пока все вообще супер отлично нас тут немного догоняют ого неподалеку от мека расположена заправочная станция здесь можно пополнить запасы топлива да мне пока не надо полетели дальше вы обнаруживаете разведывательный корабль повстанцев идущий небольшому форпосту его орудия готовы к бою но пока не стреляют давайте вмешаемся у него две пушки я в них не пока не разбираюсь в общем они решили не атаковать ага и у них есть дрон этот дрон лазером бьет сам лазер щиты не может прожечь то есть ему надо снять щиты мне и если он попадет лазером не будет плохо используем артемиду надо бы вынести ему орудие так артемиду пока не буду использовать починились все отлично думаю я его смогу уже убить хорошо я прохожу пока я даже ни одной единицы урона не потерял вот кстати моё хп корпуса опа на все отлично я уже хотел артемиду использовать получили шестеренки модуль вайфай не знаю и боеголовку отлично а еще ими станция заплатила еще станция не заплатила вообще хорошо 4 топлива и 15 шестеренок лично отправляемся дальше жалко я это вот от дрона забрать не могу себе как плохо смотрите мне придется сюда-сюда может быть успею давайте все таки попробуем это задание выполнить интересно что будет если не выполню в этом районе развернут один из пункт из многочисленных контрольных пунктов с помощью очередного пункта пропусков повстанцев грязанские корабли выстроились в очередь на досмотр на борту любого из них могут оказаться тайные сторонники федерации вас пока не заметили можно подкупить повстанцев позаботиться себе атаковать и скрыться или затаиться давайте стремимся посмотрим что будет и ничего не произошло тут мне такое ощущение что мы не успеем так здание выполнили получили еще немного бонусов отлично в магазин еще и магазин нашли да так и что мы тут видим вверх можем что-то продать нам пока продать нечего вот мы можем купить какие-то модули подавитель прыжка чтобы дольше эти корабли не могли упрыгать в момент телепортации у меня того нету но это интересно конечно но обычно назад не прыгаем так понятно и можно купить еще одного дрона себе защитный дрон ну что-то такое себе а это что такое у нас а это системы дополнительные блок взлома отсек репликация слушайте а это интересная штука если наш погибнет то он сможет воскреснуть ох 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 даже не знаю о кстати новый раз и что тут можно быть у нас такой есть этот наносит в полтора раза больше урона в ближнем бою передвигается быстрее но зато дольше ремонтирует а этот не горит перемещается медленно и имеет больше хп слушай на мед эта штука хочется очень купить хотя с другой стороны мы еще можем зайти в корабль и прокачать какие-то эти из этих модулей например если мы сюда докинем то нас будет два щита это уже очень неплохое такое преимущество но помимо этого нам нужно еще и две энергии а это как минимум 20 плюс там наверное еще будет 20 ходили 30 даже 50 короче нужно 100 как минимум иметь а у меня нету давайте тогда понял короче на сотню прокачаемся потому что купить щиты бессмысленно купить энергию тоже пока девать некуда а вот вот эту штуку я хочу и посмотреть как минимум так и что с ней делать она у меня занимала лечение мне теперь лечения не будет или как не понял я надеюсь она будет лечить так ну ладно все поехали дальше мы тютелька успеваем смотрите следующим прыжком нас закроет можно попробовать сюда 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 рискнуть не рискнуть не давайте рисковать не будем вы оказываетесь неподалеку от строящаяся станция с ее командные вышки приходит сообщение приветствую недавно мы потеряли связь с грузовым судном которое везло нам новую партию стройматериалов вы не помочь нам выяснить его судьбу предложить помощь я предложил помощь они нам дали топливо ракеты 4 и вай фай блин этот интересно походу где-то вот в этих точках она есть а у меня там уже закрыто что будет если не выполню меня отнимут это все или что интересно так сканер вашего корабля обнаруживает плотное астероидное поле быть может вам удастся добыть ценные материалы прежде чем зарядиться ssd так исследовать астероидное поле ну давайте следом 5 урона корпусу кораблю блин плохо и камеру сломалась так давай тебе прокачаем ремонт будешь нас мега ремонтником а вот еще один момент смотрите про огонь можно отправить человечка в тушитель не будет тушить с помощью огнетушителя можно выгнать оттуда весь кислород вот такие секции где космосу подсоединены и все и огонь потух прикольно прикольно ну ладно не повезло бывает что погнали дальше вы благополучно прыгали к маяку дальнего действия когда ваш ssd зарядится вы сможете прыгнуть следующий сектор о торговать 5 топлива минус 4 ракеты не не хочу мне и так все хорошо а ракеты мне очень понадобится вот и у нас есть следующий сектор и вот это вот глобальная карта мы можем выбирать различную путь различный путь и в итоге мы должны прибыть вот сюда вот чем она отличается но здесь сектор богомолов написано и он враждебный а здесь есть не следована туманность нам в подсказке писали что через эту туманность мы замедлим ход повстанцев соответственно можно больше секторов исследовать давайте попробуем чуть я пока на вражде но не очень хочу ехать газовые облака составляющую туманность этого сектора плохо сказывается на работе вашего оборудования вам нужно двигаться вперед давайте двигаться у нас есть сразу магазин но мы там ничего не сможем и вот она туманность в общем стандартное приветствие давайте посмотрим что здесь интересного а тут не такую меньше товаров чем было до этого а а вот смотрите золтан запитывает систему своем отсеке максимальный уровень здоровья 70 то есть меньше и 15 когда погибает прикол короче вот этих этой расы в том что я могу например одну энергию отсюда снять куда-нибудь в другое место положить если здесь будет работать зал танец так блок дронов контроль разума и блок взлома ну вот эта штука прикольная диверсию делать на корабле противника взял в разум кого-нибудь и там что-нибудь ломаешь так и блок взлома ну мне не энергии ничего этого нету продать мы опять же ничего не можем купить тоже отправляемся дальше задание хочу задание взять поможет то задание выполнился который на прошлой карте брал вы находите пропавший грузовой корабль пристыкованный к брошенной станции вот рюм 1 капуста внутри как и на станции нет ни души так ну подавайте следуем враг на борту ага что мы делаем загоняем есть тактика в общем загоняем всех в лечебный сектор и открываем ворота потому что сейчас гады начнут ломать мне щиты они пошли дальше мы этого отправляем туда и здесь также открываем сектора смотрите ломает ооо в меня еще и стреляют сломали мне камеру я ничего не вижу ну уроды так закрываю все долго надо было еще эти открыть чтобы быстрее кислород вышел а эта штука не хилит вот это конечно подстава чё-то я походу зря ты все сделал и что дальше вот такая вот игра вроде бы все было классно а потом раз и и все все члены экипажа погибли ваш корабль обращен на вечный дрейф космос если конечно его не уничтожит мародеры новый рекорд круто мне нравится самое интересное что здесь будет постоянно рандомная генерация уровней событий ну в общем всего вот эта карта на конечно примерно такая будет сетка да вот глобально общее но но внутри и вот эти все модули будут различные и получается что каждый проход это будет уникальное путешествие в котором мы должны достигнуть нашей цели и у нас есть счет такой недолго длилось много путешествия ну давайте сделаем на этом небольшую паузу большое спасибо всем за просмотр если кто-то уже играл в эту игру или может быть захочет поиграть присоединяйтесь будем делиться впечатлениями также если у вас есть какие-то советы подсказочки без спойлеров пожалуйста буду рад их прочитать комментариях увидимся в следующей серии пока пока